Ассоциация защиты прав человека призывает отпустить Хасана Субаши. 36 человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Идлиб. Курцкие власти требуют закрыть армянскую школу в течение 24 часов. Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита по Сирии. Из-за глобального потепления снег на горе Арарат начал таять. Размех Косроев выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Стамбульский офис Ассоциации защиты прав человека созвал совет по вопросам нарушения прав заключенных и больных заключенных. Участники призывали отпустить Хасана Субаши, отмечает Pirha.net с лозунгами «Выпустить на волю больных заключенных». Выпустить Хасана Субаши. Получение права на лечение не должно нарушаться. Человек является человеком, если у него есть права. Скажем, нет однообразной одежды. Участники требовали освобождения Хасана. Призываем немедленно освободить его и перестать нарушать права заключенных. Мощный взрыв в северной провинции Идлиб унес жизни как минимум 36 человек. Более чем 40 человек ранены. Отмечается, что взрыв произошел в военном складе в деревне Сармада, расположенном на первом этаже жилого дома. В результате взрыва здание полностью рухнуло. Источник отмечает, что число жертв достигло 36 и более 40 были госпитализированы. Точная причина взрыва до сих пор остается неизвестной. 7 августа армянская школа Дерека, находящаяся на севере Сирии, получила письмо от курдских властей Рожавы с требованием закрыть школу в течение 24 часов. Причина заключалась в том, что школа отказалась использовать учебную программу, представленную курдскими властями. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудят со своим турецким коллегами в лютом Чаушуглу подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию, сообщает МИД РФ. Министры рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени в Турции четырехстороннему саммиту президентов России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию, сообщается на сайте Российского внешнеполитического ведомства. Главы ведомств обсудят вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а также ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении. В нем также сказано, что министры поговорят о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе. В июле президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. Альпинисты сообщают, что в результате глобального потепления снег на вершинах горы Арарат тает изо дня в день. Отмечается также, что в прошлом году на высоте 5117 метров на горе в ледниках был виден небольшой камень, а в этом году на том же самом месте стала виднеться огромная часть суши. По описаниям альпинистов, взбираясь на крышу Западной Армении, мы всегда могли быть очевидцами того, что вся поверхность вершины горы Арарат была покрыта снегом и ледниками, и максимум всего один камень мог быть замечен нами. Однако в этом году видны десятки камней. Но на протяжении многих лет пик горы всегда был оголен. 9 августа 2018 года, в Международный день коренных народов, президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян ратифицировал постановление под номером 48, после которого гора Арарат была объявлена святой горой, охраняемой западноармянским и армянским народом. В доисторический период гору Арарат символизировала зодиак Овна, который до сих пор имеет большое значение для армянского искусства. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию выступление ансамбля Марату. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!